Добрый вечер! Эксперты Сусветного банка наведались визитом Гомельскую в область. Головная мета – ознаймление с ходом реализации финансуемых инвестпроектов о галине энергоэффективности. Эксперты утекали у ход реализации реконструкции Гомельской ЦЭЦ-1 и энергокрыницы у поселка Зябровка Гомельского района. На Гомельской ЦЭЦ-1 ведется серьезная реконструкция. Тут монтируется новое энергоэффективное обсталявание. Газотурбинная установка махутностью 25 мегаватт с невеликим термином окупности. Гэтым объектам некальких годов тому затекавился Сусветный банк. Зараз миновит айон, забеспечивая финансовання. А кроме значного показчика по экономии палева, будуть вырашены и экологичные проблемы. На рабочей сустрече эксперты Сусветного банка дали высокую оценку профессийному зроню гомельских специалистов и якости выконваемых работ. Далее они отправились у поселок Зябровка, где завершается будовництво котельни, якая будет працовать на мясовых видах палева. Варто сказать, что Сусветный банк с конца 90-х годов оказывает Беларуси содейничание у реализации энергоэффективных худкоокупных проектов. Мы шмат году супрацовничаем с гомельским областным отделением департамента по энергоэффективности. У нас клалися вельми добрые относины, як на працовным, так и на человеческом узроне. У гомельнерго так само працуются правдные профессионалы, супрацовничая с ними, вельми приемно. Еще не ранится, и мы были рады переконаться, что гомельская ЦЭЦ-1, худшей за все, будет завершена запереджением графика. У гомельской области селета зарабили бягучий ремонт больше, как 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. На трассах республиканского значения адрамонтовали коля 70 тысяч квадратных метров. Самый масштабный проект – реконструкция трассы М-5 на участку от Жлобина до Мяжи Могилевской области. Бдауниство вялось по стандартах максимально наближенных до европейских. Выкористовывались самые сучасные технологии. После реконструкции трасса стала отповедать первой категории, повысилась ее пропускная сдольность. У планах масштабная реконструкция в улице Интернациональной у Гомели с будовницей подземного перохода и реконструкция трассы М-10 мяжа Российской Федерации «Гомель-Кобрын». Это запланировано на несколько этапов. До 2018 года и до 2019 года это будет сначала до города Гомеля, потом будет уже со стороны ходник, уже до Кобрина. У Гомельской области заховывается высокий класс пожарной небеспеки. Кожные сутки в регионе фиксуются у сгорания, у лесах и на торфяниках. За минулый тыдень таких пожаров ликвидовали свыше 60-ти. Найбольшь потерпели Калинковицкий, Житковицкий, Лельчицкий, Петриковский и Гомельские районы. На даденный момент выратовальники ликвидуют буйный торфяный пожар у Речицком районе. Головная причина у сгорания – человечая недбалость. «Каждый день порядка пяти выездов на сухую растительность. Люди поджигают траву. В Припятском заповеднике горело порядка 20 гектаров травы, леса, кустарника наиболее масштабные. Сейчас мы второй день в Речице около Днепра тушим». Несанкционованные звалки, забруджывание новокольного сяродзе химичными отходами и нерациональное выкрыстание природных ресурсов. Проверки, якие проводятся у сельско-господарших предприемствах Гомельской области, по ранейшему выявляют шматлики о порушении природахоунного законодавства. Хоть казать об отсутности реакции на складенные протоколы, усе ж таки нельха. Угэтым, подчас наведывания Петриковского района, переконався Олег Синцюроу. «Головный боль усих природахоунных структур Гомельской области, так званая внутрегосподаршая карьеры, теоретично, я не повинен выкрыстовываться только для здабыча того ж пяску для потреб сега с предприемства. На практице часто перетворяются у несанкционованные звалки». Перечим, на территории сельско-господаршего предприемства «Палисия Агроинвест» звалка огульная. Отходы пленки, якая выкрыстовывается у вытворчаси. Явно привезли по загаду одного из местовых керевников. Откуль взялись решетки дравлянага дома, можно только сдагадываться. Сегодня на территории Гомельской области больше 250 внутрегосподарших карьеров, и назначный частый язык прикладна такая ситуация. После завершения термина эксплуатации тут придется проводить рекультивацию территории, а это совсем немаленькие сродки. Правда, працевать на перспективу намер маюсь не усюды. Пакуль заплатить штраф іншый раз для сега с предприемствами оказывается больше штанно, чем постоянно выконовать потребования природоохонного законодательства. Использование карьеров не по назначению, то есть размещение на них отходов, как населением, так и сельхозпредприятиями. Это уничтожение плодородного слоя, который перед разработкой карьеров обязан сниматься, сохраняться и может быть использован для благоустройства данной сельхозорганизации. Но зачастую этим требованием игнорируют и просто его смешивают с грунтом и, соответственно, уничтожают этот растительный плодородный слой. Также зачастую одним из серьезных нарушений является несоблюдение границ отведенного участка под карьер и значительное расширение площади. И еще одна экологичная проблема – забороживание территории нафтохимичными отходами. На предприемстве «Полисия Агроинвест» предписание с потребованиями на весе парадок на мигдворы отделения Петриков отремлевали неодноразово. И все это их урече почали выполнить проект и непосредственные работы по замене песчаного покрытия на асфальт. Обычлись и господарцы амалью 2 миллиарда рублев, зато и теперь тут будет постоянный парадок. А прочатого уластными силами тут привели у парадок место для мытья техники. Абсталеванное больше 30 годов тому за минулый час, и оно пришло у полный занепад. Увы, ни кучаго отходы постоянно забороживали хлебом. На Гомишне это далеко не один и такой выпадок, причем приведение у парадок места для мытья сельхозтехники, это только половы справы. Необходно еще примусить сельхозпредприемство утолизовать отходы, что так само кашто и не танно. Нужно иметь в виду, конечно, что на протяжении многих лет отстойники, нельзя исключить возможность, что они потеряли свою герметичность первоначальную. И какая-то вероятность, конечно, существует загрязнение почвы, поэтому необходимо помимо наведения внешнего порядка проводить ревизию этих отстойников, проверять их на герметичность. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Петриковский район. У Гомельской в области сегодня распачался тыдень здоровья молодых. До 23 вероятность специалисты разных медицинских специализаций готовы бесплатно провести консультации для школьников и студентов. Причины, которые ведут до погаршения стану здоровья молодого поколения, факторы внешнего сердца, а так само курение, споживание алкоголю и наркотиков. Все это приводит до физических, психических и духовных расстройств. У молодей часто сустракаются захворвания костево-мышечной системы, порушения эндокринного и нервового характера. Актуальна проблема массы тела, причем як дистрофия, так и залишняя вага. Умацевание здоровья молодей, як заховальника Генофонда Украины, одна из наиважнейших задач державной политики у нашей краине. Будут организованы прямые телефонные линии и с психологами, и с волеологами нашего отдела. В этих прямых телефонных линиях можно будет задать вопросы и специалистам по репродуктивному здоровью. Работать на прямых телефонах будут и подростковые наркологи, психологи. Также будет задействован и представители отделения гигиены детей и подростков нашего областного центра, ну и другие специалисты. Номеры телефона у городших линий можно доведаться у центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Три узнагороды завоевали коллективы Гомельской области по выниках 8-го Международного фестивалю хореографичного мастатства «Сожский карагод». У наших танцоров дипломы за первое, другое и третье место. Пераможцы фестивалю и свежее уражение его удельников в наступном материале. Всю летний хореографичный форум с уделом танцоров с 22 краин света оправдал чакание удельников и гостей своей неполторностью и яскравостью. Своё самобытное майстерство в конкурсных программах показали артисты с трех континентов. У першиню коллективы из Индии и Шри-Ланки. При такой колькости колоритных коллективов и многогранности хореографичных номеров выделить Пераможцы у него простая задача. Это не меньше имён и лепших, а гучены. Вельми гонорова, что у себя род номинантов и гомельские коллективы. Хореографичный ансамбль державного колледжа «Мастатства» имя Соколовского с композиции от первой особы стал лауреатом первой ступени у номинации «Конкурс балетмайстерских работ. Сучастная хореография». Конечно, девочки очень рады. Мы друг друга поздравляли, обнимались. Мы понимали, что работа совместная. Сейчас я чувствую благодарность. Благодарность организаторам фестиваля за организацию этого форума, за возможность выйти на сцену, за возможность пообщаться с участниками других коллективов, участниками коллективов из других стран, посмотреть на них, посмотреть на них за кулисами. Это очень интересно. И еще одна узнагародная гомельчан. Народная студия сучастной хореографии «Теплообмен» так сама гомельского державного колледжа имя Соколовского взяла диплом другой ступени у номинации «Сучастная хореография». Сирот пераморца у 8-го международного фестиваля хореографичного мастатства «Сожский карагод» и коллектив, який представлял Копоткевицкий городский дом культуры Петриковского района. Артысты удостоились от диплома третьей ступени у номинации «Фольклорно-бытовый танец». На церемонии узнагароджения пераморца у танцевального форума удельники конкурсных программ не стремливали эмоции и шедро делились ураженными. У нас самые приятные впечатления от этого и города, и от фестиваля. Мы на нем достаточно много слышали в свое время. Вот впервые на него выбрались. Мы очень счастливы поучаствовать в таком масштабном действительно мероприятии. Все было достаточно интересно, для нас немножко необычно. Мы получили при этом опыт соревнований международного уровня, действительно хорошие, сравнили себя с кем-то и для себя уже сделали определенные выводы. Восьмый международный фестиваль хореографичного мастатства «Сожский карагод» засвечил запотрабованность танцевальной культуры. Суместная творчесть, сближая людей, да помогая переодолить и снуючие одрузнения, забыть про километры и межи, которые нас поделяют. Наталья Игнатьенко, Настасья Кучинская, Валера Игапанько. Отель и радует компания «Гомель». Сожский карагодат шумел и покинул после себя не только уражение. На набережной Ракисожу дельники фестивалю высадили безовый сад. Посадили коля 200 кустов прихожей рослины. Тут больше за 10 гатунков безу. Коли з'явятся кветки, простора станет розноколяровой. До помогу папа садцы оказали делегации артистов из Беларуси, Литвы и Латвии. До речи, створение безового парку – да не на традиции. Мы поискали в исторических справках и нашли сведения, что у князя Паскевича располагался середневый сад где-то в районе дворца. И поэтому приняли решение. Это идея нашего ландшафтного архитектора, который эту идею выношил уже не первый год. На этом справа не спинится. Новый гатунок безу могут створить специально для Гомеля. С такой просьбой керавництво Палацево-Паркового ансамбля плану извернуться у столичный ботаничный сад. Называться рослина может, например, княгиня Ирина або Румянцовский. Сетка аутозаправочных станций «Газпромнафта» организовала у Гомеля автопробег «Джидрайв». Колонна с ярких машин, за рулем яких сядели у дельники драгрейсингу, курсировала по городе и сдевляла жихароу. Подробязности в сюжете наших корреспондентов. Ранним утром участники автопробега собираются на автозаправочной станции «Газпромнефть», расположенной на Могилевской 1Ж. Это первая точка в Гомеле, где продается брендированное топливо «Джидрайв», доступное по цене обычного АИ-95. В результате испытаний подтверждены характеристики улучшенного топлива, такие как увеличение мощности составило до 12%, подтвержден моющий эффект топлива, улучшается динамика разгонная автомобиля, снижается удельный расход топлива. Такой вывод – результат исследования Института нефтехимической промышленности и независимого Европейского испытательного центра. Его подтверждают и реальные отзывы автолюбителей. «Джидрайвом заправнялась, а узнала от сына. Он уже в Минске этим пользовался, ему понравилось. Вот поэтому заправляемся джидрайвом». Улицы Гомеля стали центром движения машин, за рулем которых были участники соревнований по драк-рейсингу. Яркий автопробег, демонстрация возможностей «Джидрайв» – это подарок от сети АЗС «Газпромнефть» ко дню города Гомеля. «Очень много машин собралось интересных, и у меня это впервые, на самом деле, участие в этой акции. Желательно продолжить, стараюсь. Чуть-чуть будем дорабатывать машинку, и все впереди у нас». «Акция очень замечательная, сплотила много людей, которые какой-то общей идеей все-таки болеют автомобильной. Всегда заправляюсь только на АЗС «Газпромнефть», потому что нравится качество топлива, нравится поведение автомобиля на этом топливе. И стараюсь по возможности и в других областных центрах использовать только топливо этих заправленных станций». «У меня Audi 90-купе, заправляюсь 95 «Джидрайвом». Пробовал даже в 98-м в некоторых заправках, но самое, наверное, оптимальное, самое большее нравится на 95 «Джидрайве». То есть машина работает четче, легче, ну просто приятнее ездить и комфортнее». Топливо «Джидрайв» продается в Беларуси с 2014 года. Сейчас оно появилось и в Гомеле. Заправиться можно не только на АЗС по улице Могилевской 1G, но и в Речице на Пролетарской, а также в Добружском районе на трассе М10. «Компания «Газпромнефть» развивает регионы своего присутствия. Мы строим новое АЗС, реконструируем действующие объекты. В этом году мы уже вышли в регионы Гродненский и Гомельский, а также планируем в этом году еще расширение сети АЗС. Это город Солигорск подключится к нам и город Брест». Пробег завершился выставкой автокаров на городской площади. Здесь можно было не только сфотографироваться с необычными машинами, пообщаться с пилотами, но и первыми узнать о топливе «Джидрайв». Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Доброго усім вечера и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин